Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня просто блестящее программное выступление Зеленского, которое очень много прорисняет в Брюсселе на Европейском Союзе. И что вам сказать? Да, это сегодня 17 октября. Просто, ну просто класс. Смотрите, становится понятно, почему Зеленский давал Европе, не Европе, а нашим партнерам вообще, 3 месяца подумать над темой, берут нас НАТО или не берут. Теперь становится все понятно, все стало на свои места. Честно говоря, я даже такого не ожидал, что он настолько прямо им все это в лоб, просто в лоб рубанет, я такого не ожидал. Но он это сделал. Итак, сегодня Зеленский выступил. Кому интересна его речь, в кратком, то есть там вышинка, внизу в описании к данному ролику, ссылочка, как обычно у нас на телеграм-канале, все это есть, но я вам перескажу, что он сказал. Сказал он следующую вещь, очень интересную. Смотрите, договора с Россией о нашей безопасности работают? Нет. Договора с нашими партнерами о нашей безопасности работают? Нет. Договора наших партнеров с Россией о безопасности Украины работают? Тоже не работают, ничего не работает. Ядерное оружие в Украине есть? Нет. Мы его отдали вот за эти договора. У нас его тоже нет. В НАТО нас пока никто не берет. А скажите мне, хоть одна страна НАТО воюет? Нет, не воюют. Все сытости в сохранности в целости, слава Богу. В целостности живы, здоровы, кушают сосиски. И слава Богу. Я тут ничего не говорю без сарказма. И он тоже без сарказма. Все слава Богу. Значит, скажите, какие у нас сегодня есть варианты? У нас есть два варианта. Зеленский им горит просто в лоб. Либо мы имеем ядерное оружие. Если это ничего не работает. Ни один из инструментов, которые вы нам предложили, не работает. У нас забрали ядерное оружие, но нас напали, у нас убивают сотни тысяч людей. Значит, ничего не работает, то, что вы нам предложили. Помощи вы нам даете, но так, чтобы, не дай Бог, мы не победили. Значит, что? У нас остается два варианта. Первый вариант – это возобновить ядерное оружие. Ну что, если ничего не работает? А мы под эти вот ваши бумажки вонючие, которые вы подписали там с Клинтоном, да? Кушма подписывал, еще и Кравчук подписывал. Отдали свое ядерное оружие. И ничего не работает. Ну так, у нас это… Тогда откатывается все назад. Все. Либо второй вариант, более предпочтительный – мы идем в НАТО, тогда у нас есть зонтик, безопасность и так далее. Тогда мы, как говорится, окей, хорошо. Мы в НАТО, ну все нормально, есть большой блок, на который никто не рискнет нападать в силу его мощи, могущества и так далее. Тогда мы считаем себя защищенными. Пожалуйста, у вас есть время. Вот теперь становится понятно, почему, о каких именно трех месяцах говорил Зеленский, обращаясь к нашим дорогим партнерам. По поводу нашего решения о вступлении Украины в НАТО. То есть, тут идет, я так понимаю, я так понимаю, это не слова Зеленского, это я так понимаю себя. Что если в течение трех месяцев нет понятного срока вступления Украины в НАТО, соответственно, будет понятный срок возобновления нашего ядерного статуса. Тем паче, что ядерное оружие и средства доставки ядерного оружия не произведились правильно, в том числе и в Украине. Спецы есть, оборудование есть, умения есть. Кто его знает, уже может и бомба есть, мы же не знаем. Я не знаю, например, мне это неизвестно. Но, скажем так, то, каким образом нам сегодня помогают, чтобы, не дай же ж бог, не было эскалации. Хе-хе, вы шо, эскалация наша все, да? Вот. И то, каким образом сегодня идут дела, ну, я вам скажу, что лично мне кажется, что в очень скором времени в ядерном клубе, государству, у которых есть ядерное оружие, точнее, скажем так, его нет. Но, в случае чего они его применят, ну, будет на одно государство больше. Да. Видимо, деэскалатором, трусоватым вот это, соплевато-трусоватым деэскалатором было мало Израиля, Пакистана, Ирана, КНДР, как говорится. Э, здравствуйте. Будет плюс один. Ирана.